Как здорово, что есть на свете профессия, которой нет важней. И взрослые, и старики, и дети находят помощь у заботливых врачей. Эти замечательные строчки хочется посвятить работникам Артёмовской ЦРБ, которые отмечают свой юбилей. 85 – небольшой возраст для учреждения, но и за этот период больница пережила немало свершений, изменений, реорганизаций. А всё начиналось с 1916 года, с 10 коек, врача. Отсчёт же юбилейной даты всё же начат с 1928 года, когда на территории, занимаемой нашим районом, имелось уже 2 врачебных участка – это Егоршинский и Покровский, с двумя больницами общего пользования, так они тогда назывались. Также имелась железнодорожная больница с приёмным покоем на станции Егоршина, врачебный пункт в селе Миронова, фельдшерский пункт в селе Шогрыш, детская консультация в Егоршино и детские ясли в селе Покровском. Врачей в районе в то время было 6, фельдшеров – 5. Одним из организаторов терапевтической службы в нашей районе был выпускник Казанского в то время легендарного университета Афанасий Фёдорович Муравьёв, заведующий Покровским врачебным участком, работающий с 1923 по 1933 год. Сегодня в Артёмовском городском округе создана единая система здравоохранения из 24 структурных подразделений, где работают 1200 сотрудников. С одной стороны, развивается сеть общеврачебных практик сельской местности, в том числе и в 2013 году после реконструкции и лицензирования откроется ООП в селе Миронова. Работают дневные стационары в поликлинической службе. С другой стороны, стационарное отделение осваивает новые методы и технологии в оказании квалифицированной помощи населению нашего района. Можно с гордостью говорить о том, что Артёмовская ЦРБ активно участвует во всех начинаниях и инновационных проектах, работающих в Свердловской области. Программа модернизации здравоохранения в 2011 году помогла значительно улучшить техническую базу детской больницы, роддома, акушерских пунктов. В 2012 году было закуплено 19 единиц оборудования на сумму более 29 миллионов рублей. Приобрели компьютеры на 200 рабочих мест. И, что немаловажно, повысилась заработная плата медицинских работников. С 2013 года действует региональная программа развития здравоохранения Свердловской области, которая позволит провести диспансеризацию не только всего детского населения, но более 10 тысяч человек в год взрослого. Наряду со скорой помощью будет организована неотложная помощь населению, что позволит также улучшить качество оказания медицинской помощи. Гордостью больницы и остаются квалифицированные врачи, которые известны не только в городе Артёмовском, но и на областном уровне. Евгений Самборский, Людмила Путилова, Юрий Черемных и другие. С именем каждого из них связана этапа становления Артёмовской районной больницы. Необходимо отметить и то, что в здравоохранении Артёмовского городского округа создались целые медицинские династии. Это семья Псудоплатовых, Ильчининовых, Лындюк, Пьянковых, Аверкиевых, Силковых, Истратовых, Пустоваловых. Ещё один положительный момент – это молодые специалисты, которые стали возвращаться в здравоохранение родного района после окончания медицинской академии. И это не только хорошая примета, но и благодарность правительству, администрации города, здравоохранения, которая заботится о молодых кадрах и вкладывает в их развитие значительные средства, обеспечивает служебным жильём. Также существует проект, на который было затрачено немало средств новой больницы будущего с новейшим оборудованием, хорошим ремонтом. И, по словам министра здравоохранения Аркадия Белявского, такой проект будет воплощён в жизнь. Но после того, как будет отстроен реабилитационный центр в Нижнем Тагиле. Все врачи, специалисты Артёмовской центральной районной больницы готовы прийти на помощь каждому человеку, какого бы возраста он ни был. И в связи с юбилеем, 85-летием районной больницы дарит свои поздравления и слова глубокой признательности главный врач Ольга Чеботарёва. Всегда наша больница была сильна своими традициями, а главное – людьми. Дорогие коллеги, от всей души поздравляю вас со славной датой. Желаю всем крепкого здоровья, профессионального роста, счастья, мира и удачи. Хочется подробнее рассказать и показать работу наших врачей. Познакомиться с отделениями и сотрудниками. Ведь сегодня все отделения Артёмовского городского округа объединились под одно крыло. Название этому кораблю – центральная районная больница муниципального образования Артёмовский район. И хочется начать с родильного отделения Артёмовского городского округа. Вот как прокомментировала 85-летие заведующая женской консультацией Антонина Таранова. В нашей службе 85 лет, и, конечно, все подразделения, которые есть в этой службе, отмечают эту дату. 85 лет – это, конечно, очень большой срок в рамках нашего города, но в рамках нашей больницы, конечно, это срок маленький. Я надеюсь, что наша больница будет существовать еще долго-долго, и пациенты будут к нам приходить, и мы будем работать. Потому что наше ЛПУ, так же, как все бюджетные учреждения, это, пожалуй, немногие организации, которые трудятся в нашем городе вполне успешно. И у нас работа всегда есть, и она всегда будет. Служба родовспоможения состоит из трех отделений. Женская консультация, гинекологическое отделение и родильное отделение. Цель службы – рождение здорового ребенка. Это самое важное, что есть на земле. Все наши дома, железная дорога, все наши службы и отделения работают лишь для одной цели – чтобы продлевалась жизнь. Артемовский роддом – это самый важный дом нашего округа. Поэтому здесь всегда чисто, уютно, работают квалифицированные, отзывчивые, добрые специалисты, и все услуги оказываются на высшем уровне. Каждый работник родильного отделения отдал своей любимой работе не один десяток лет, как Антонина Таранова. Я работаю в своей службе уже более 30 лет, скажем так. Я ветеран труда. За моими плечами уже есть большой опыт. И я знаю, что я могу сказать и имею право сказать, что служба наша процветает. Это правда. С каждым годом, конечно, работать все сложнее и сложнее, потому что уровень жизни, уровень здоровья наших женщин, к сожалению, он становится все ниже и ниже, он падает. Но, несмотря на это, наши врачи помогают пациентам из дальнего и ближнего зарубежья. А бывает и так, что пациенты не имеют даже документов. Но, несмотря на это, принимают и помогают всем, кто в этом нуждается. На сегодняшний день в женской консультации наблюдаются гражданки из Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Армении и Украины. Ученицы общеобразовательных школ номер 1, 56, 12 тоже приходят на консультации. Врачи проводят лекции с ними по разным вопросам. По словам Антонины Тарановой, всем врачам женской консультации очень интересно общаться с детьми, потому что это самая отзывчивая, благодарная, легко идущая на контакт группа населения. На сегодняшний момент в женской консультации наблюдается 450 женщин. Все беременные проходят мониторинг. Все данные попадают в областной центр, где их отслеживают, как наблюдалась роженица, какое лечение проходило. В целом по району проходит 750-740 родов. За год наблюдается больше тысячи рожениц. И особенно хочется отметить то, что число рождаемости растет. В работе Артемовского роддома все взаимосвязано. Все три отделения как звенья одной цепи, то есть тесно контактируют друг с другом. Если произойдет нарушение в одном звене, то последствия будут во всех остальных. Поэтому весь коллектив родильного отделения как одна большая семья. И роды примет, и проконсультирует, и операции проведет. А бывает и так, что сотрудники работают без выходных и праздников. Артемовское отделение относится к отделению второй группы. Номер группы соответствует количеству родов, которые проходят в отделении. И поэтому разрешено большинство сложных операций проводить здесь. Оборудованы реанимационные родильные палаты с новейшим оборудованием. Очень уютно обустроены палаты, где мамы с детками лежат после родов. И когда рождение ребенка еще ожидается. А в перинатальные центры направляются женщины со сложными диагнозами. Сердечная недостаточность, онкология, высокоартериальное давление, сердечные пороки. Тогда, когда рожать категорически противопоказано. А вот что рассказывает Антонина Таранова о молодых кадрах, которых не так много и которые приходят трудиться в нашу районную больницу. К сожалению, у нас молодые кадры, особенно врачебные, они приходят к нам, они хотят все и сразу. Конечно, это хорошо, что доктор сразу хочет всему научиться, но они уже другие. Хорошо ли это, плохо, я не знаю. Это покажет время. Что я хочу пожелать в канун этого 85-летия? Ну, я хочу своим сотрудникам пожелать здоровья. Наверное, это самое главное, что может пожелать врач. Еще одно отделение, о котором хочется рассказать, это детское терапевтическое отделение. Каждый врач и специалист готов помочь каждому больному ребенку. И каждый из нас не раз обращался к ним за помощью. Заведует этим отделением Надежда Горбунова. С большим стажем работы, ветеран труда, имеет высшую категорию. Вот как она начала свою работу. Свой родной город Артемовский я приехала после окончания Свердловского медицинского института в 1982 году. Здесь же в течение года проходила интернатуру. Начиналось все с участка. В течение двух-трех месяцев я работала участковым врачом. Пришла с удовольствием работать в стационар. И в течение 30 лет я работаю в стационаре. По словам Надежды Горбуновой, когда она начинала свою работу, стационар насчитывал всего 100 коек. Не было проблем с кадрами и много детей проходило лечение, так как работал круглосуточный стационар. В то время лечить приходилось намного сложнее, так как не было современных технологий, как это есть сейчас. Но несмотря на это, врачебную помощь получали все. Перестройкой перестроилась и больница. Вместо двух отделений стало одно, и круглосуточный стационар стал дневным. Но много изменений произошло и приятных. За эти годы у нас создан хороший кабинет функциональной диагностики. Работает аппарат «Валента», где снимается электрокардиограмма. Работает электроэнцефалограмма. Практически каждое рабочее место врача оснащено компьютером. Но, как говорят специалисты, писать приходится много. Поэтому все с нетерпением ждут внедрения новой компьютерной программы, которая позволит облегчить работу в плане заполнения документации больного. Наша съемочная группа побывала в стационаре. Как же там уютно. Почти все по-домашнему. Больных осматривают квалифицированные врачи, ставят диагнозы, спрашивают самочувствие. И какие процедуры сегодня уже прошли. Есть и такие больные, смотря на которых наворачиваются слезы. Ведь они такие беспомощные, маленькие. Им так хочется помочь и сделать так, чтобы они всегда улыбались. Некоторые из этих больных лежат в стационаре одни, без мам. И хочется надеяться, что у мамы действительно нет времени, и она на работе, и вечером прибежит и заберет своего малыша. Для детей постарше оборудована игровая комната со множеством игрушек. Опытные воспитатели проводят интеллектуальные, развивающие, настольные игры. Разучивают и рассказывают стихи. Ребята могут порисовать. А если хочется подвигаться, то взрослые, несомненно, помогут и потанцуют вместе с ними. А также проведут лечебную гимнастику. Заботливые няни и одеяло поправят, и пожалеют, и игрушку принесут. Встретились мы и с ветеранами, которые начинали работать почти с самого образования больницы. Как нам рассказала Валентина Ларионова, отоларинголог детской районной больницы, начинать работать было очень тяжело, инструментов совсем не было. И надо сказать, инвентарь отоларинголога совсем не изменился. Пациенты всегда были и есть очень корректные, вежливые, благодарные. На приём к Валентине Ларионовой приходят дети разного возраста, и совсем маленькие, и те, которые уже ходят в общеобразовательные учреждения. С желанием малыши дают себя осматривать и не боятся отвечать на вопросы врача. Ласковыми словами подбадривают пациента врача и её помощница. Как приятно, что именно такие кадры работают здесь, и мы, надеемся, готовят себе надёжную смену. В связи с юбилеем поздравила персонал детской больницы Надежда Горбунова. И Валентина Ларионова присоединилась ко всем поздравлениям. Своим коллегам я желаю удовлетворения в своей профессиональной деятельности, чтобы было меньше отчётности, чтобы было меньше экспертиз, чтобы было больше современных технологий, аппаратуры, чтобы им было легче работать. Но и, конечно же, любить свою работу и считать своё рабочее место порой своим родным домом. Всем здоровья, счастья, успехов, семейного благополучия. Побывали мы и в терапевтическом отделении посёлка Буланаш. Алифтина Ильчининовы, заведующая терапевтическим отделением, с большой радостью и гордостью рассказывала о больнице и её сотрудниках. Хочется с большой гордостью отметить, что общий стаж работы семьи Ильчининовых в медицине приближается к 200 годам. До сих пор Алифтина Аркадьевна не может забыть тот день, когда она приехала в Егоршино. Вот когда было распределение, было распределение в железнодорожную Егоршинскую больницу. Мы, когда вышли, посмотрели карту мира, решили, что Егоршинская железнодорожная больница, это неизвестно где, и поедем в Свердловскую область. И когда мы приехали в Свердловский облздравоотдел, нас там отправили в Артёмовскую ЦРБ. И когда мы приехали, посмотрели, что Егоршина и Артёмовская – это одно и то же, мы считали, что волей и случаем мы попали сюда. Сейчас Буланашскому отделению районной больницы более 60 лет. Как и все остальные отделения, корпус пережил много реконструкции. Как отмечают все работники здравоохранения, работать с каждым годом становится сложнее. Несмотря на то, что завозится новейшее оборудование, проходит компьютеризация помещений, порадовало нас и то, что штат сотрудников Буланашского отделения полностью укомплектован. Есть небольшие трудности с санитарским персоналом. Последние годы в больницу пришло работать три молодых специалиста, на которых возлагают большие надежды. Поговорили и о больных с Алифтиной Ильчининовой. По её словам, больше стало больных с гепатитами, циррозами печени. Раньше больные болели, когда они заболели, они приходили к нам в стационар. Им оплачивали больничные листы, они не боялись, что их уволят, они не боялись, что там кто-то в квартиру к ним влезет и всё прочее. То есть больные у нас лежали. А сейчас больные, знаете, они себя запускают до такой степени, что мы их уже вытаскиваем, в тяжёлом состоянии больные поступают. Каждый сотрудник отделения с большим энтузиазмом, рвением работает с больными. Каждому из которых нужен индивидуальный подход. Каждая медсестра-санитарка поможет, проконсультирует, поправит капельницу, померит давление, выпишет нужный рецепт, проведёт любую процедуру. И это просто замечательно, ведь больные проходят лечение, как в санатории. Новое оборудование помогает врачам поставить нужный диагноз, определить перелом любой сложности. С радостью больные приходят на рентген. Новый аппарат поставили в 2012 году, 4 июня. Александр Новиков, опытный врач, определит все проблемы, которые имеются в опорно-двигательной системе. Расскажет, как решить проблему. Современная техника поможет не допустить ошибок в постановке диагноза. Медицина крупными шагами идёт вперёд. Автоматизация уверенно вошла во все сферы медицины. И это только радует. От жителей всего Артёмовского городского округа присоединяемся к словам благодарности от Алевтины Ильчениновой в адрес медицинских работников. Хочу пожелать им здоровья, хочу пожелать им терпения, потому что с нашими больными терпение – это основное, что необходимо. Пожелать им достойной зарплаты, пожелать им работать на ставку. Мы говорили со многими специалистами, и ветеранами, и молодыми кадрами. Посмотрели множество фотографий, вспоминая о прошлые годы. И надо с большой гордостью отметить, что ни один врач не жалеет о выборе своей профессии. Очень рад своей работе и считает, что эта профессия – самая важная и нужная. В день юбилея целуем жарко. Любви желаем и удач вам, доктор или санитарка, ветеринар или сельский врач. Пусть инструментов нет, палаты стары порою и тесны, но ваши души, как халаты, светлы, в них первый дух весны.